здравствуйте дорогие мои друзья я рада вас приветствовать на своем канале приходите на мой канал подписывайтесь я вас жду и ставьте лайки а сегодня мы будем готовить с вами свинину с помидорами и сыром и с луком запеченные в духовке это очень быстрый способ приготовления мяса для этого нам понадобится 1 столовая ложка масла подсолнечного мяса вот свинина где-то грамм 800 сыр 250 грамм 300 250 3 таких вот помидорина но такие значительные средние лук большой или 2 маленьких луковицы 3-4 зубчика чеснока зависимости от размера травы какие-нибудь умел от кавказские можно любые итальянские смесь перцев или перец свежемолотый сметана 4 столовых ложки соль и все поехали вот вам мясо порезали порционно вот на такие кусочки где-то у меня получилось 8 штучек и теперь мы отбиваем но отбиваем не сильно придете мы конечно мы помыли его обсушили ну а сейчас уже и отбиваем теперь мясо мы подсаливаем слегка вот так и вот перчим вот так режем вот на такие кольца лук вот прям на колечке ну стараться потоньше ну дойдет у нас режем помидоры на кружочки вот тоже вот так на тонкие стараться тоже у него очень тонкие чтобы у нас помидоры все опустили может быть даже нам и две помидоры но вот эти средние вот такие крупненькие нам понадобятся вот мы взяли против 1 столовую ложку и обмазали подсолнечным маслом а теперь готовим соус для обмазывания нашего мяса берем вот 3-4 ложки где-то сметана одну чайную ложку вот травки чуть-чуть побольше и помешиваем сюда еще мы через чеснокодавилку вот чесночок выжимаем вот а теперь обмакиваем наших вот кушать ручки вот так вот в сметане вот такой кусочек получился вот мы его сюда а теперь кладем на наше мясо вот лук вот здесь я побольше кусочек поэтому помидорку сверху и еще можно положить вот так а теперь ставим наше мясо духовку сначала ставим на 30 минут при температуре 180 градусов потом мы вынимаем и посыпаем мелко натертым сыром на каждый кусочек мяса и еще на 10 минут на терочке сыр сыр можно брать любую где-то минут пять вот видите все тут у нас соусе сочина теперь у нас сверху берем насыпем вот сыр вот такую шапочку и опять еще на 10 минут чтобы у нас сыр растекся и дизлотил это по как-то поджарился вот смотрите у нас получилось вкусные нарядные праздничные блюда видите у нас сыр он поджарился даже в общей сложности блюдо это готовила около часу 15 минут вот на сыр у нас ушло вместе приятного аппетита и Продолжение следует...